Третий день 13 ведущих врачей-онкологов из Москвы проводят профилактические осмотры и мастер-классы в Наринмаре. Более 200 жителей обратились за помощью к специалистам и уже получили ответы на волнующие вопросы. Наталья Дуркина продолжит тему. Подготовка превыше всего. Для проведения УЗИ органов брюшной полости необходимо придерживаться установленных правил. Диагностика проводится натощак. Даже если нет показаний для проведения процедуры, необходимо это сделать в целях профилактики. Абсолютно может быть и никаких показаний, но скрининговые исследования необходимо проводить. Потому что в большинстве случаев патология может протекать бесследно и на ранних стадиях их можем не выявить. Что касается рака шейки матки, то здесь очень много способов выявить её на ранней стадии. Необходимо посещать гинеколога ежегодно. Для профилактики шейки матки изобретено очень много методов, часть из которых входит в обязательный скрин, как исследование московой шейки матки на ВПЧ, вирус папиллома человека, и цитологическое исследование москар. В зависимости от возраста регулярность этих осмотров и приёмов регламентирована особым программом. То есть молодые женщины, начинающие половую жизнь, должны обследоваться раз в три года на вирус папиллома человека и москар на цитологию традиционную делать. Вот, собственно, и всё. А дальше это уже как бы начало пути. Дальше выявляются пациенты, у которых всё-таки есть шансы болеть раком шейки матки, и тех, у которых шанса нет. Но обязательно визит к врачу. Из года в год по всей России статистика немалимо растёт. Всё больше у женщин выявляют недуг на ранней стадии. Точно, могу сказать, по 2019 году более 17,5 тысяч впервые выявляются заболевших раком шейки матки. И это, начиная с рака шейки матки, первой А стадии. То есть такая патология, как дисплазия шейки матки и рак инситу, ушли совершенно в другую статистику. Раком инситу впервые выявляется каждый год не менее 4,5 тысяч. И это только рак инситу, не считая дисплазии. По дисплазиям статистики онкологи не ведут. Но где-то мне попадались цифры, что около 12 тысяч женщин, как минимум, имеют дисплазию 2,3. То есть это плюс, плюс и плюс. То есть конкретно рак шейки матки больше 17,5 тысяч в год. Цифры эти растут приблизительно 2-3 тысячи каждый год. Что касается статистики заболевания раком шейки матки у женщин в Нинецком округе, то специалисты регистрируют её всё чаще. Но то, что эта патология у нас растёт, как везде, не только в России, но и в мире, и она молодеет, и мы находим рак шейки матки очень молодых женщин, это абсолютно точно. Более 200 пациентов получили консультацию специалистов и получили ответы на волнующие вопросы. Врачи-онкологи отмечают высокую подготовленность жителей округа к приёмам. Пациенты подготовлены к осмотру, все выполнили компьютерную томографию. Очень удобно то, что я за своим рабочим местом могу тут же обратиться к любому исследованию. Они находятся в единой компьютерной базе данных. Это очень удобно проследить динамику, если пациент выполнял компьютерную томографию год или два года ранее. Ну и, соответственно, мы можем оперативно ответить на любой вопрос пациента. Кроме того, в том случае, если нет свежей компьютерной томографии или необходимо её повторить в течение нескольких часов этого же дня, пациент направляется на КТ мной, и ему выполняется компьютерная томография. То есть всё действительно оперативно, организация на высшем уровне. Все силы эндоскопического сообщества направлены на то, чтобы выявить рак на ранней стадии, а также предопухолевых состояний. Рак толстой кишки – это тот тип заболевания, который развивается из доброкачественных образований достаточно длительно. Предупредить болезнь может именно скрининговая колоноскопия. Суммарно мы выполнили 14 диагностических процедур, 1 оперативную процедуру. У двух пациентов у нас выявлены доброкачественные образования, которые сразу же были удалены. И одной пациентке было диагностировано эндокринного хрежелудка. В ближайшее время она будет эндоскопически оперирована в условиях Ининской кружной больницы. Здесь для этого есть все условия, как техническое оснащение, так и грамотные специалисты. Тактику мы обсудили, поэтому в ближайшее время девушка молодой будет оперировать здесь, в нашей колоноскопии. Что касается проведения гастроскопии, то она показана людям от 40 до 45 лет. Колоноскопия проводится только в том случае, если есть положительный тест на скрытую кровь. Проведение этого теста обязательно показано людям, достигшим 40-летнего возраста. Также в ходе проведения всероссийской акции «Онкопатруль» были организованы мастер-классы для местных врачей. «Общение с коллегами такого, во-первых, такого уровня, во-вторых, это живое общение. И все равно удалось узнать опять какие-то существенные нюансы, казалось бы, такой избитой, известной мне ситуации. Поэтому очень полезное было общение, я в восторге». Добавлю, 17 декабря в 16.00 пройдет информационно-просветительское мероприятие в здании городской администрации. Напомним, проект «Онкопатруль» направлен на ранее выявление и профилактику онкологических заболеваний. Проект реализуется в рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал Север.